Новый год уже совсем не за горами. Все ждут чудес, а в квартирах пахнет мандаринами и хвой. Но, как оказывается, далеко не во всех. А вот чудо – наоборот. Пришлось бы здесь весьма кстати. В доме 65 на улице Стройкова на разлившаяся канализация со всеми вытекающими подробностями явно не добавляет праздничного настроения. У нас где-то примерно с 6 ноября начал течь подъезд. Вообще-то это уже не первая ситуация, не первый раз за этот год. Мы звоним в аварийную службу, в водоканал, они друг на друга. Приезжают, прочищают, ничего не могу сказать. Но на сутки. Вчера прочищали, сегодня с утра уже поток опять. Пришел вот в гости к знакомым. Пройти невозможно в подъезде. Запах. Черт, что, тут проехать невозможно. На машине вода, грязь. Ужас, одним словом. Сколько времени обращались. Они приезжают, что-то прочистят. А куда, чего, не знаю. Вот видите, это все стоит от нашей канализации. Вдоль дома течет и по всей улице Тройково от нас. В отношении коммунальных служб хочется сказать только все плохо. Только все отрицательно. Когда бы мы не обратились в любой критической ситуации, чтобы они отреагировали с первого раза. Такого не бывает. Я убедительно прошу всех, кто может нам помочь. Это работники нашего дома управления. Это аварийные системы ЖКХ, которые приезжают, поширяют и уезжают. Вслед за ними вновь идут конституционные воды. В наш подъезд не войти и не выйти. Убедительно прошу вас. Помогите нам, пожалуйста. Специалисты посоветовали жителям обратиться в Роспотребнадзор, работники которого придут, возьмут необходимые пробы и примут меры. Также можно попросить помощи у администрации города, которая наверняка решит проблему. А еще можно подождать Деда Мороза, который обязательно придет и починит злополучную канализацию.